Основными вопросами коллегии стали аспекты экспертных исследований в уголовном процессе. Обращаясь с приветственным словом, председатель Следственного комитета Республики Беларусь Дмитрий Гора обратил внимание присутствующих на необходимость объединения усилий в противодействии террористическим и экстремистским организациям в контексте нынешней геополитики и укрепления сотрудничества между странами, подчеркнув, что сегодняшнее пятое совместное заседание будет очередным этапом взаимовыгодной и плодотворной работы, еще одним шагом в направлении межведомственного взаимодействия, а также позволит услышать различные точки зрения о перспективах развития экспертных исследований в уголовном процессе. Взаимодействие Следственного комитета Республики Беларусь и Следственного комитета Российской Федерации находится на высочайшем уровне. Это мы проводим в этом году уже пятую совместную коллегию. Всегда есть вопросы, которые нужно обсудить, есть вопросы, на которых нужно поставить акценты. В этот раз мы будем обсуждать вопросы назначения, проведения экспертных исследований в ходе уголовного процесса. Без использования достижений науки на сегодняшний день вследствие мало что, наверное, получится, потому что мир не стоит на месте, мир идет вперед. И без внедрения новейших достижений науки просто не получится расследовать уголовные дела. По огромному количеству уголовных дел результаты экспертизы являются чуть ли не определяющим доказательством. У нас в этом плане очень хорошее налажено взаимодействие с Следственным комитетом Российской Федерации, с Центром экспертных исследований Следственного комитета Российской Федерации. Благодаря нашему взаимодействию раскрыты дела об убийствах, дела о террористических актах. На заседании коллегии с докладами выступили представители трех ведомств и рассказали о результатах межведомственного взаимодействия, а также предложили усовершенствованию деятельности в данной сфере. Глава Российского Следственного комитета Александр Бастрыкин подчеркнул, что недавно в России состоялись решения судов по конкретным преступлениям фашистов. В частности, одно из последних судебных заседаний было посвящено блокаде Ленинграда, которое было признано геноцидом советского народа. Потому один из обсуждаемых вопросов на коллегии – применение новых криминалистических методов и средств в деятельности следователей и судмедэкспертов. Мы, со своей стороны, расскажем о работе наших криминалистов. В заседании коллегии сегодня примут участие наши специалисты главного криминалистического управления. Должен сказать, что и здесь мы очень активно взаимодействуем. Наши белорусские коллеги приезжают к нам на повышение квалификации в наше учебное заведение, в наше криминалистическое центро. Мы сейчас поговорим о тех новых достижениях, которые имеются в распоряжении российских криминалистов. А наши белорусские коллеги расскажут о том, что имеют в этом смысле они. Вот это взаимодействие – это не просто разговор за круглым столом. Это реальная работа по тем делам, которые представляют сегодня актуальность. В том числе и дела по геноциду белорусского и российского советского народа. Обвиняемся опытом, примем решение с тем, чтобы идти вместе в одном направлении и чтобы наше взаимодействие имело хороший позитивный результат. На заседании коллегий Следственных комитетов Республики Беларусь и Российской Федерации были затронуты актуальные аспекты экспертной деятельности. Алексей Волков, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, отметил, что вопросы совершенствования уровня взаимодействия между ведомствами, расширения экспертных возможностей, с учетом динамики развития науки и техники, а также повышения количества экспертиз, являются наиболее значимыми. В каждом году у нас заключено соглашение о сотрудничестве с экспертным центром Следственного комитета Российской Федерации. Сотрудничаем мы по различным направлениям. Это и направление генетических экспертиз, направление медико-финалистических. Преступность давно стала транснациональной и без обмена опытом, без понимания проблематики не только Республики Беларусь, но и наших соседей, безусловно, развитие экспертной науки невозможно. Поэтому для нас это очень важно. Мы тоже открыты для обмена опытом, а для обмена опытом коллеги из Российской Федерации неоднократно были у нас, мы охотно, скажем так, делимся, и обучение специалистов. По окончанию заседания главами ведомств было подписано совместное заявление о трехстороннем сотрудничестве. Данный документ предусматривает совместную работу по развитию законодательной базы, поиску новых форм оптимизации досудебного уголовного производства, повышение качества и оперативности расследования уголовного дела, в том числе путем информатизации. Стороны также договорились о проведении совместных научно-практических конференций и семинаров для обмена практическим опытом. Субтитры создавал DimaTorzok